Необычный крестный ход состоялся в городе Кимры Тверской области. Крестный ход не вокруг храма, а через Волгу по улицам города в поле. Завершилась эта молитвенная процессия в печально известном цыганском таборе на окраине Савелова. Что скрывать, именно цыгане и у нас, и в других странах активно занимаются наркоторговлей, чем повсюду навлекают на себя ненависть местных жителей. Вместе со священнослужителями в шествии участвовали офицеры службы наркоконтроля, а сам крестный ход был организован в целях профилактики наркомании. И на этом оригинальном мероприятии побывал и наш корреспондент Александр Егорцев. Появляется новая волна наркозависимых и новая волна наркотиков в нашем городе. Вопиющие факты на железнодорожном вокзале. Пути сплошь усеяны шприцами. Вот лично вчера это видел. Тверская область, город Кимры. В полдень к левому берегу Волги стягиваются милицейские патрули. Странный концерт на центральной площади у кимряков вызывает недоумение. Без диджеев и шоуменов, в окружении хоругвий, вместо продюсеров православные священники и офицеры наркоконтроля. Все совело, весь док завален шприцами опять. Мы успокоились, потому что... Этим летом было много передозировок в таборе. Говорят, москвичи там умирали. А какая разница? Кто там умирал, москвичи или наши кимряки? Мы видим, что идет новая волна. И очень жаль, что кто-то не видит этой новой четвертой уже волны наркомании. Старинные гусли, духовные канты под гитару и энергичное выступление какой-то рок-группы – все это только прелюдия к новому разговору на старую тему. Я хочу, чтобы мой внук, ему 8 лет, никогда не знал о том, что есть наркотики. Ее сын, как и десятки кимрских подростков, умер от наркотиков. Но она считает, его убили. Кимрские наркоторговцы унесли не меньше жизни, чем террористы. Я обзвонила всех, кто тоже потерял своих сыновей. Но они не согласились приехать. Полгода как нет моего сына. Но он всегда со мной. Он всегда ходил на эти мероприятия. Он боролся. Он боролся. Я считаю, что ушел в борьбе. В этой героиновой войне. Эта война в Кимрах продолжается больше 10 лет. С переменным успехом. Сколько жертв она унесла, уже и не сосчитать. У нас несколько миллионов наркоманов в стране. Они каждые 5 лет обновляются. Каждые 5 лет новые 2 миллиона. Каждые 5 лет новые 2 миллиона. А куда же уходят вот эти 2 миллиона несчастных? Через каждые 5 лет. Они переезжают за реку или в старое Савелово там кладбище. Новое кладбище есть у нас. Они туда переезжают жить. А души в ад их идут. В ад. Нам их не отмолить. Потому что мы молитвенники с вами никакие пока еще. Неожиданная встреча. Среди местных батюшек узнаем знакомого цыгана. Эдика Иванова мы снимали еще 8 лет назад, когда делали первый сюжет о наркотиках в цыганском таборе. На них подействовало, конечно. Они побоялись. Все эти годы наш цыганенок посещал церковь и не так давно, к удивлению родственников, принял священный сан Диакона. Теперь он отец Элесбар. Люди, когда служат в храме, это считай, как семья своя. Вот. И благодаря Богу, конечно, можно так сказать, что я стал человеком нормальным. Впрочем, отец Элесбар – редкое исключение. Как правило, остальные цыгане, хоть и крещены в православии, в церковь заходят редко. Вместо молитвы, гадания и вражба, вместо работы – попрошайничество, воровство и торговля. Торговля с золотом и наркотиками. Бог им свидетель. Мы обращались, конечно, чтобы пришел сюда народ сегодня. Наверное, их не волнует это. Наверное, думает, что вот я буду копать сегодня грядку, и мой сын, мой внук никогда не станет наркоманом. Вы глубоко заблуждаетесь, дорогие кемряки. У нас, как в Великую Отечественную войну, сейчас нет такой семьи, которая бы не поразила эта беда. Или родные, или двоюродные. Обязательно кто-то есть в каждой семье. Покончив с концертом, священнослужители дают старт молитвенной процессии. От памятника вождю мирового пролетариата по мосту через Волгу на правый берег, в район Савелова. Короткая остановка возле борта Ту-124. В прошлом – памятник авиаконструктору Туполеву, родившемуся в Кимбском районе. Этот лайнер в последние годы использовался как один из притонов, где можно было купить и, соответственно, уколоть. И святая Богородица, спаси нас! И святая Богородица, спаси нас! Начинается решающая и самая напряженная фаза крестного хода. Перейдя Савеловскую железную дорогу через поле, процессия направляется в сторону добротных кирпичных домов со спутниковыми антеннами. Люди напряжены и слегка волнуются. Впереди, без шуток, горячая точка. Без милицейского сопровождения в поселок лучше не заходить. Здесь, рядом со станцией Савелово, находится цыганский табор, так называемый Голливуд. Больше десяти лет именно здесь был главный центр по распространению героина. Не было здесь, а мы с этим не занимаемся. А мы только на панели ставим русским, чтобы торговали, русский... Так, так. Да, мы еще что-то не могли. В первые минуты на главной улице затишье. И хотя это не военная зачистка, а всего лишь мирный крестный ход, мужское население поселка как ветром сдуло. На встречу священникам вышли только женщины, дети и старики. Здесь остались, а уже нет людей, которые распространяют наркотики. Все сидят. Все сидят. Тщетно возмущенные кемряки допытывались, где цыганский барон, и почему в таборе не прекращают продавать героин. А с вами разговаривать на эту тему я не хочу. Потому что вы лично для нас угроза. Правильно, я и должен быть для вас угрозой. Нет, если бы вы были настоящими, в действительности сажали преступников. Тех, которые это делают. Кого посадили не за дело, скажите. Многих. Назовите их. Назовите, мы будем проводить проверки. Слушайте, я прошу извинения. Цыганские поселения – вечная головная боль для всей Тверской области. Ведь именно цыгане в свое время монополизировали торговлю героином. Но сегодня этот бизнес стал интернациональным. Так, по одной из схем, завозят героин таджики, распространяют все те же цыгане, крышуют русские. Скажем всем, самим себе прежде всего, и от кого это зависит, что мы будем сражаться до конца, кто бы нам что ни говорил, будем биться. Потому что это война, и мы будем жить по законам военного времени. Точку в этой героиновой войне ставить рано. Слишком большие деньги на кону, и человеческая жизнь не в счет. Сегодня уже церковь совместно с наркоконтролем призывает жителей следить за детьми и сообщать о всех местах, где замечена продажа героина. В целях профилактики – крестный ход в цыганский табор. Как говорят оперативники, лучше перекреститься заранее, не дожидаясь, пока грянет настоящий гром. Александр Егорцев, Антон Чечин. Программа «Главная тема» из Тверской области.